Всем привет, друзья! Это краткий пересказ фильма под названием «Этот смутный объект желания». Пожилой аристократ Матео приезжает на вокзал купить билеты до Парижа. На сегодня билетов уже нет, поэтому кассир предлагает единственный вариант – отправиться завтрашним рейсом до Мадрида, а уже оттуда до Парижа. Матео возвращается в своё поместье. Мужчина задаёт дворецкому всего один вопрос – где она? Тот отвечает, что девушка уехала пять минут назад. Вдвоём они входят в комнату, на полу которой лежит подушка, испачканная кровью. Матео просит не обращать внимания. У девушки кровь шла из носа, а подушку нужно выбросить в камин. Помимо подушки, на полу также лежат женские туфельки и трусики, говорящие о том, что девушка сбежала босиком. Утром на одной из улиц Севильи происходит эракт, прямо на глазах спешащего на вокзал Матео. Добравшись до поезда, мужчина заходит в купе, в котором находятся знакомые ему люди – женщина с дочерью, что живёт в Париже по соседству с Матео, а также с судью, с которым Матео как-то встречался. Мужчина выходит покурить и через окно замечает на перроне девушку. Её лицо в синяках, а лоб заклеен пластырем. Матео подговаривает машиниста, чтобы тот экстренно трогался. Девушка доходит до вагона, где в дверном проёме стоит Матео. Матео выливает на голову девушке ведро воды. Глядя вслед уходящему поезду, девушка запрыгивает в последние вагоны, выбросив свои чемоданы с вещами. Соседи по купе наблюдали за выходкой Матео, и девочки – дочери соседки Матео. Становится любопытно, зачем он это сделал. Матео произносит, что эта девушка – самая ужасная женщина на Земле, но всё же он расскажет, кто она и зачем он поступил именно таким образом. Некоторое время назад в Париже Матео пригласил своего кузена-судью на обед. Приехав в поместье, Матео встречает новую горничную – девушку по имени Кончита. Она устроилась на работу сегодня утром, поэтому Матео увидит её впервые. Сама она испанка, но неплохо говорит на французском, так как с 10 лет живёт в Париже. Вечером Матео просит дворецкого прислать в комнату Кончиту с бутылкой вина. Из разговора с девушкой Матео узнаёт, что ей 18 лет. Отца нет, а мать живёт на окраине Парижа. Кончита не любит работать, но делает это для того, чтобы помочь матери. Матео склоняется и целует девушку, из-за чего Кончита произносит, что ей пора идти. Утром Матео узнаёт, что Кончита сегодня ушла, не объяснив причины ухода и даже не попросив денег. Дворецкий нашёл её по объявлению, поэтому адреса девушки, которым интересуется Матео, он не знает. Через несколько месяцев Матео отправляется в Швейцарию. Гуляющего по парку мужчину окружают гопники и требуют деньги. Но что странно, грабителям нужны всего 800 франков. Получив нужную сумму, гопники отпускают Матео. На обеде за столик Матео подсаживается Кончита, протягивая ему 800 франков. Матео рад её видеть, но не понимает, что это за деньги. По словам Кончиты, те грабители – её друзья. Они гастролируют с концертами, но их импресарио сбежал с деньгами, поэтому парни из её группы решили раздобыть средства не совсем законным способом. Матео уговаривает взять деньги назад. Девушке пора ехать, и уходя, она называет адрес, по которому проживает в Париже. Вернувшись во Францию, Матео находит квартиру, где Кончита живёт со своей матерью. Женщина обещает при первой же возможности вернуть те деньги, что Матео дал Кончите на билеты до Франции. Но сейчас она на мели, как и ребята из группы Кончиты, которые также обещали вернуть деньги. Матео, они не к спеху, поэтому он просит не торопиться, тем более такого тактичного ограбления он не видел никогда в жизни. Мама девушки предлагает выпить с ними кофе. За столом женщина рассказывает о том, что из-за своего воспитания и образа жизни работать она не умеет, а все дни напролёт проводит в церкви. На предложение работать консьержкой она ответила отказом. Она слишком горда и лучше будет целовать пол в церкви, чем работать консьержкой. Достав бумажник, Матео кладёт на стол пачку денег. Раз эти бедняжки так нуждаются в деньгах, то он готов им помочь. Женщина благодарит Матео и, взяв деньги, уходит. Кончита произносит, что если Матео нужен от неё только интим, то он может смело проваливать. Очарованной красотой девицы, Матео каждый день приходит в квартиру Кончиты не с пустыми руками. Однажды Матео приносит в подарок дорогую сумочку, которую девушка предлагает подарить её матери. Та будет очень рада такому подарку. Не выдержав, Матео начинает ласкать Кончиту. Та предлагает послушать песню, которую она исполнит. Песенка на испанском, а в переводе в ней говорится о любовниках. Кончита играет с мужчиной, но затем целует Матео. Мужчина пытается залезть девушке под халатик, но Кончита его останавливает. Она знает, что ему нужно от неё только одно. Матео полагает, что у девушки кто-то есть, раз она ведёт себя как неприступная крепость. Но Кончита признаётся, что она всё ещё девственница. Спустя несколько дней, маму девушки встречает дворецкий Матео. Он просит женщину поехать с ним. Матео хочет с ней поговорить. Встретив женщину, Матео признаётся, что влюблён в Кончиту и хочет, чтобы женщина и её дочь переехали к нему. Матео обещает, что они никогда не будут нуждаться в деньгах, а работать им тем более никогда не придётся. Мужчина протягивает конверт, полный денег, в качестве платы, чтобы женщина уговорила Кончиту переехать к Матео. Через несколько дней в доме Матео появляется один из друзей Кончиты. Он передаёт мужчине письмо, в котором девушка пишет, что собиралась отдать свою невинность Матео. А тот решил купить девушку у матери, поэтому он больше никогда её не увидит. Матео едет к дому Кончиты, где узнаёт у консьержки, что и девушка, и её мама уехали сегодня утром. Два месяца Матео безуспешно пытается найти Кончиту, но всё тщетно. Однажды он сидит со своим кузеном-судьёй в ресторане. Собираясь уходить, Матео встречает Кончиту, которая работает в ресторане гардеробщицей. Менеджер ресторана отчитывает девушку за то, что она разговаривает с посетителями, вместо того, чтобы обслуживать их. Кончита скидывает униформу и произносит Матео, что теперь она свободна. Она только что уволилась. Прогуливаясь по городу, Матео произносит, что у него есть загородный дом, и он мечтает когда-нибудь показать его девушке. Кончита изъявляет желание именно там и отдаться Матео, но через два дня. В назначенное время Матео привозит девушку в загородный дом. Кончита расстёгивает ночнушку, оголяя грудь, и спрашивает у Матео, нравится ли она мужчине. После чего заявляет, что она ничего Матео не обещала, и сегодня между ними ничего не будет. Вдоволь насытившись её игрой, Матео собирается взять её силой, но Кончита вдруг просит погасить свечи. Забравшись к девушке под одеяло, мужчина обнаруживает, что на ней какое-то подобие пояса верности. Оказалось, что Кончита дала обет невинности до замужества, только вот жениться на девушке Матео пока не собирается. Мужчина продолжает встречаться с Кончитой, делая ей подарки, а та продолжает его динамить, из-за чего Матео начинает подозревать, что девушка встречается с ним только ради денег, поэтому не торопится расчехлять свои бронепанталоны. Матео прогоняет Кончиту из своей комнаты, но затем слышит звук в коридоре. Заметив разбитую вазу у комнаты Кончиты, Матео требует открыть дверь. В её комнате мужчина находит одного из друзей девушки. По словам Кончиты, парня выгнали из гостиницы, и он уже несколько дней ночует здесь. Матео прогоняет обоих из своего дома. Спустя некоторое время, Матео рассказывает своему кузену-судье, что он больше так не может. Он снова хочет увидеть Кончиту, но ему кто-то должен помешать это сделать, например, кузен. Получив согласие от Матео, что он не будет об этом жалеть, кузен-судья посылает полицейских по адресу проживания Кончиты и её матери, с постановлением, в котором говорится, что эти двое должны покинуть Францию в течение 24 часов. Сам же Матео вслепую выбирает место на карте, куда они отправятся с дворецким. Этим местом оказывается Сингапур, но на самом деле Матео направляется в Севилью, откуда родом Кончита. Прогуливаясь вечером по Севилье, Матео встречает Кончиту и её маму. Девушка хоть и злится на Матео за то, что он выставил и её, и друга ночью за порог, но всё же рада его видеть. Кончита устроилась танцовщицей в кабаре неподалёку и зовёт Матео посмотреть, как она танцует. Встретившись в кабаре с мужчиной, Кончита произносит, что теперь они никогда не расстанутся. Она многое осознала и изменилась. Теперь она не такая капризная, как раньше. В этот момент девушки что-то шепчут. По словам Кончиты, танцовщицам дают поспать полчаса, чтобы они не заснули на сцене. Уходя, девушка просит её дождаться. К Матео подсаживается женщина. Она удивлена его наивности и предлагает взглянуть на получасовой сон Кончиты. Наверху, за одной из дверей, прикрытых ширмой, Матео обнаруживает свою любимую девушку, исполняющую стриптиз. Матео выбивает дверь и прогоняет этих похотливых самцов, а затем просит Кончиту уйти вместе с ним. Но девушка отказывается. Это ведь её единственная работа. Вот если бы Матео дал ей немного денег и купил небольшой домик, то Кончита согласна уйти из этого места. За это девушка обещает любить лишь Матео и хранить невинность только для него. Идя на поводу у Кончиты, Матео покупает домик. За это девушка предлагает завтра в полночь заехать к ней в гости. У неё кое-что есть для мужчины. В назначенный час Матео приезжает к девушке, но Кончита не пускает его дальше к калитке. Девушка требует поцеловать ей руку, а затем просит Матео уйти. Мужчина не понимает, что происходит. Кончита произносит, что её просто трясёт от Матео. Она его ненавидит и никогда не любила. Девушка подзывает того паренька, что прятался в доме у Матео, и принимается его целовать, после чего берёт покрывало и стелит рядом с калиткой. Сняв с себя одежду, Кончита вместе с парнем ложатся на покрывало. За завтраком к Матео присоединяется Кончита. У девушки есть к нему разговор. Матео заводит её в комнату и принимается избивать, несмотря на то, что Кончита признаётся в розыгрыше, и между ней и тем пареньком вчера ничего не было. Изрядно разукрасив девушку, Матео отправляется на вокзал за билетами в Париж, повторяя сцену из начала фильма. Нас переносит в купе вагона, где Матео рассказывает эту историю своим попутчикам. В этот момент в купе входит Кончита с ведром воды, которая выливает на голову Матео. В конце фильма Матео прогуливается с Кончитой по пассажу. В это время по громкой связи передают сообщение, что многие террористические группировки объединились, чтобы провести серию терактов. Через стекло в одном из салонов Матео замечает, как девушка зашивает наряд новобрачной после первой брачной ночи. В этот момент происходит взрыв. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале. Заметили вы или нет, но в картине снимались две актрисы, как воплощение разных личностей в одном человеке.